Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами сейчас целых два автора. Я, Яна Тамых с презентацией своей книги «Звездный стиль» и Павел Глоба с презентацией своей новой книги. Это астрологический детектив «Затмение долгоруких» называется. Замечательное название. Вкратце расскажите, о чем ваша книга. О, это долго рассказывать о том, что резонансные преступления повторяются, детектив. И что можно вычислить, каким образом и кто будет это совершать. Если знать, когда родился предыдущий преступник и когда он умер. Потому что, как правило, новые преступления по мотивам предыдущих совершает тот, кто родился в один день со смертью предыдущего преступника. Ничего себе! Вот это интересно! Это открытие, которое сделал я, и это совершает, это делает мой герой, астролог и детектив Андрей Успенский, которого я, в общем, описал в своих романах. Да, достаточно интересная и увлекательная книга. Мне уже, на самом деле, не терпится ее почитать. Пожалуйста! Да, ради Бога! Поэтому мы с вами увидимся как раз в день наших презентаций. Они будут проходить... Это наша книга? Моя книга о стилях и имиджах голливудских звезд. А, именно звезды в плане того, что это голливудский звездный стиль. И звезды. Астролог и непредсказатель разные вещи. Астрология определяет тенденции, так же как в моде есть тенденции. У астролог, понимаете, как вот сейсмолог. Еще ничего не произошло, собаки лают, кошки убегают там, мыши бегут с корабля, крысы. То есть уже ясно, что будет землетрясение. Мы тоже самое определяем тенденции. Это возможно. Через задолгое время до того, как что-то случилось. Определение тенденции, а не предсказание будущего. Ну вот на самом деле я живу в Лос-Анджелесе, и там очень часто происходят землетрясения. Но меня интересует такой вопрос. Можете ли я вам что-то рассказать? О землетрясениях нет. О землетрясениях нет. О землетрясениях нет. О землетрясениях нет. Если будет, то маленьких. О будущем, о будущем Америки. Что ждет Америку в ближайший год? Потому что я не знаю, что мне, оставаться там или все-таки стоит перебираться назад в Россию? Америку ждет Хиллари Клинтон. Это я тоже могу сказать точно, без предсказания. Очень давно. Очень давно. Ну, я могу так сказать. Мы, конечно же, это только для вас, дорогие телезрители, не будем раскрывать все тайны. Как я могу от себя сказать, как имиджмейкер, что... А почему именно Хиллари? Потому что американцы уже попробовали голливудских актеров. Они попробовали афроамериканского президента. Теперь очередь настала для президента женщины. Ну, наверное, так. Наверное. Это за стороны имиджа. Ну, и тем не менее, если женщина президент, как вы думаете, наступят какие-то улучшения или ухудшения, стоит ли мне собирать чемоданы и перебираться снова в Москву или стоит оставаться там? Мы будем смотреть теперь, какова она, женская политика. Мы знаем, как женщины умеют одеваться, как они умеют обольщать, как они умеют играть блистательно. Теперь мы будем воочию наблюдать, как женщины могут быть мировыми политиками. Вот так, дорогие друзья. Ну, а пока что будьте красивыми, будьте стильными и всегда оставайтесь в курсе модных новостей. С вами была я, Яна Тамах. И Павел. Пока. Пока.